Ракета С-300 Сегодня, когда уровень напряженности в отношениях между государствами растет, а архитектура международной безопасности стремительно разрушается, наличие у России эффективных ракетных комплексов становится едва ли не лучшей гарантией мирного неба над головами наших граждан. Соединенные Штаты Америки в последнее время открыто проводят курс на военно-политическое противодействие России и освобождение от любых ограничений, сдерживающих наращивание американской военной мощи. Печальная судьба договора о ракетах средней и меньшей дальности с высокой вероятностью ожидает и договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которых истекает в феврале 2021 года. Такая линия Соединенных Штатов – не что иное, как прямой подрыв системы международной безопасности, открытая декларация отказа от военной сдержанности и транспарентности. Представлен сборник, в который вошли документы, еще недавно бывшие засекреченными. Они проливают свет на развитие ракетной отрасли в нашей стране в период холодной войны. Мы как бы технически идем параллельными курсами, но с точки зрения восприятия ядерной войны совершенно оно разное. Скажем, у нас есть ясное понимание, что мы боимся, что этот первый удар будет нанесен, мы не сможем ответить. Но мы понимаем, что эта война придет к каким последствиям, что потом все, конец планете. А у американцев другое восприятие. Вот они рассекречили документы. Вы представляете, там такие выводы делаются, что мы нанесем первый удар по СССР. Да, погибнут десятки миллионов русских, а дальше вывод. Но потом они поймут, что мы воюем ради их свободы. К сожалению, психология военно-политической элиты США не слишком изменилась. И так называемые демократизаторские порывы, которые даже вот в последние 20 лет ими совершались, я в кавычке беру демократизаторские, они обернулись, мы знаем об этом, сотнями тысяч человеческих жизней в нескольких странах, суверенных, независимых странах. Следующая точка в рабочей поездке Сергея Нарышкина в Санкт-Петербург – киностудия «Ленфильм». Документальный фильм «Самое главное в жизни» сняли при поддержке Фонда истории Отечества. Он посвящен блокаде Ленинграда. Непосредственные свидетели этих событий на экране и в зале. Знаю, что тяжелейшие условия ленинградской блокады выковали такой уникальный ленинградский характер и ленинградскую культуру, в основе которой лежит безусловная ценность человеческого достоинства и великая любовь жить. 40-летие у издания блокадной книги Олеся Адамовича и Данила Гранина посвящена и выставка в Российской национальной библиотеке. Сергей Нарышкин представил здесь уникальное издание «Пятитомник. Победа». Он появился на свет благодаря российскому историческому обществу и является частью президентской исторической библиотеки. Проза, поэзия, драматургия и публицистика – периода Великой Отечественной войны. Сегодня мы передаем этот «Пятитомник» в федеральные публичные библиотеки и в ряд библиотек стран Содружества независимых государств. Ну а совсем скоро еще тысяча экземпляров «Пятитомника» поступят в региональные и муниципальные библиотеки Российской Федерации. А всего по статистике в России 40 тысяч публичных библиотек. Их число, к сожалению, сокращается, отметили на Всероссийском форуме публичных библиотек. Говорили и о проблемах самих библиотекарей. Давайте говорить откровенно, не очень высокая заработная плата библиотекарей. Я вам скажу откровенно, те, кто работает там, это просто настоящий патриот. Это люди, любящие книгу, любящие людей. Тем паче, что во многих населенных пунктах, небольших городах, особенно небольших селах, библиотека – единственное место, где люди могут собраться. Как будут праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне обсуждали и на расширенном заседании Совета отделения Российского исторического общества в Санкт-Петербурге. Среди других важных дат – 800-летие со дня рождения Александра Невского и 350-летие со дня рождения Петра Великого. Во время визита в Санкт-Петербург была и еще одна важная миссия – ратная палата музея-заповедника «Царское село». Здесь состоялась церемония награждений государственными наградами и грамотами ученых, политиков, предпринимателей, всех тех, кто принял активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных столетию Первой мировой войны. Перед нами стояла непростая задача – сделать так, чтобы Первая мировая война наконец перестала быть, как ее называли, забытой войной. И мне представляется, что эта задача успешно решена. Сам музей «Россия в Великой войне» был открыт в ратной палате к столетию Первой мировой в 2014 году. Здесь собраны единственные в своем роде экспонаты, есть даже военная форма австралийских солдат. Великолепный адмиральский мундир принадлежал лично Николаю II. Николай II не был адмиралом русского флота, при этом был адмиралом флота Великобритании. Музей был задуман еще Николаем II, но из-за начавшейся войны и последующих событий в нашей истории его открытие состоялось только спустя 100 лет. Служба информации Российского исторического общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова